Здравствуйте, дорогие друзья! С вами BookNews от Молодежки. И сегодня мы поговорим о книгах, сюжет которых станет хорошим подарком к 8 марта. Ученый-генетик по имени Донатан Тилман имеет трудный характер. Он страдает синдромом Асбергера, из-за чего помешан на порядке не только в своей квартире, но и в жизни. Завтрак, обед и ужин всегда начинаются в одно и то же время, а меню, разработанное на каждый день недели, вот уже много лет остается неизменным. В какой-то момент Дон понимает, что его жизнь совершенна, как никогда, но в ней не хватает человека, с которым можно разделить эту идиллию. В поисках идеальной спутницы жизни Дон решает создать проект «Жена», состоящий из подробнейшего 30-страничного вопросника, призванного отсеять всех неподходящих кандидатур и выявить одну – идеальную. Она совершенно точно не будет курящей, непунктуальной, спортивной болельщицей. Но Роузи Джармен курит, опаздывает, болеет за Янкис и к тому же работает в баре. А еще она красивая, умная, темпераментная и увлеченная собственным проектом, ищет своего биологического отца. Когда Дон соглашается ей помочь, проект «Жена» уступает место проекту «Отец», а затем, незаметно для него самого, превращается в проект Роузи. В процессе работы над ним Дон узнает, что любовь невозможно ни вычислить, ни отыскать, даже по науке. Эта девушка призвана открыть для него весь мир, внести в него хаос и непредсказуемость. Но сможет ли Дон изменить себя и свои предрассудки ради того, чтобы быть с Розей? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав роман Грэма Симсиана «Проект Рози». А сейчас новости из мира спорта от Криса Клива. Состоялись очередные афинские соревнования по велоспорту, где за право обладать золотой медалью борются лучшие из лучших. В напряженном противостоянии побеждает юная и амбициозная Зоя Кассел. Тем временем ее лучшая и единственная подруга Кейт ухаживает за 7-летней дочерью с диагнозом «ликемия». Всю жизнь с тех пор, как они познакомились, Зоя и Кейт соревнуются за первенство на велотреке. И даже были влюблены в Джека, коллегу по команде, впоследствии ставшего мужем Кейт. Зоя задается вопросом, почему одному человеку дано все, любимый человек, ребенок, семейный уют и любимая работа, тогда как другому не достается ничего, кроме как борьба за право считаться лучшей, побеждая на соревнованиях из раза в раз. Питомцы одного тренера все они готовятся к самому главному старту своей карьеры. Для каждого из них спорт как смысл жизни, а на носу новые 30-е Олимпийские игры. Изматывающие тренировки, жесткий режим, строжайшая диета. На эти жертвы они идут, не задумываясь. Но на чаше весов оказываются вещи куда важнее. Дружба и любовь, верность и предательство, зависть и самопожертвование. Подругам приходится делать трудный выбор, искать ответ на нелегкий вопрос, какова же она, истинная цена триумфа. Об этом расскажет Крис Клип в своей книге «Золото». Это был BookNews от молодежки. До встречи в следующих выпусках. Продолжение следует...